Будьте добры, пожалуйста, отойдите за вот эти деревья, за детскую площадку. В целях вашей безопасности. Следом за жителями подъезда полицейские экстренно эвакуировали и всех гуляющих на ближайшей детской площадке. Прибывшие на место сотрудники газовой службы перекрыли голубое топливо во всем подъезде. Но это еще не повод успокоиться и расслабиться, заверили полицейские. Неизвестно, что может прийти в голову неадекватному человеку. Вот мы живем на четвертом этаже, нам даже с десятого на четвертом слышно, как он прыгает. Ему замечание делают, он всегда, то ли нож у него, то ли колышек какой-то острый. Он прыгает дын-дын над нами, да, я ему замечание сделал, он вытащил отвертку и в меня отвертки кукал. То есть он неадекватный человек. По словам соседей, чего-то подобного следовало ожидать давно. Правда, последние три года люди провели в тишине и спокойствии. Буйный сосед отлучался. В места не столь отдаленные отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений. В психушке был, он даже говорил, что у него желтая карточка есть, барабаны все вот это. И все-таки жена говорит, отсидел, посадили его с желтой карточкой со своей. Выйдя на свободу с чистой совестью, мужчина вернулся домой и вроде бы присмирел. Но, как выяснилось, это было лишь затишки перед бурей. Вроде нормально, чистенький, обрядненький ходил. Сейчас, видимо, опять запил. Коллективно писали письмо полиции, как бы говорили, мы с ним ничего не можем сделать. В результате действовать сотрудникам полиции все-таки пришлось. Точнее, даже не сотрудникам полиции, сотрудникам СОБРа. Именно они по приезду на место происшествия вскрыли дверь квартиры с помощью болгарки и передали задержанного имя пенсионера в руки поджидающих санитаров. Только после этого заметно подуставшие жители подъезда смогли вернуться в свои квартиры. Мария Молоченкова, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.